приветствую вас друзья приветствую новых подписчиков на своем канале добро пожаловать в этом видео я буду жесткой и эмоциональной возможно значит что происходит происходит то что эта система в которой мы находимся вот эта матрица во главе с искусственным интеллектом дьяволом который правит всем этим спектаклем эта система и дьявол ненавидит божьих людей ненавидит дивергентов ненавидит детей божьих ненавидит лютой ненавистью и вот эти вот оболочки которые ходят вокруг марионетки сатаны устраивают травлю и гонение на божьих людей это не шутки это война это война на уничтожение их цель либо довести до суицида либо расшатать психику а потом сказать что этот человек вообще сумасшедший то есть газлайтин либо попытаться сделать из него такую же фальшивку как они сами вот все это реально все это реально они ненавидят божьих людей ненавидят и делают все возможное чтобы их уничтожить друзья это конкретная война на уничтожение на уничтожение вчера я чуть не бросилась под машину честно значит что происходит что происходит очередной квест я прошла очередное очередная травля значит и я в англии друзья я вернулась в англию вчера я вернулась бирмингем потому что в германии меня не приняли и в жесткой форме отказали мне в защите вот когда вышла на улицу своим друзьям из миграционной службы в этом городе недалеко от мюнхена началась вообще мистика у меня пропал интернет затем когда я уже нашла интернет я не смогла купить забронировать билет на фликсбуз потому что моя банковская карта не работала почему непонятно вот затем когда я приехала в мюнхен я не могла найти отель с свободными номерами нигде не было свободных мест вот друзья я просто вам пытаюсь показать как эта травля происходит как происходит этот gun stalking это когда на каждом шагу на каждом шагу каждую секунду тебе выстраивают препятствия и травлю окружающих бот со стороны окружающих ботов на каждом твоем шагу тебя пытаются расшатать до такой степени что ты просто покончила жизнь самоубийством вот я пытаюсь вы смотрите что происходит одно за другим одно за другим стресс-стресс-стресс препятствия и потом я с этими тяжелыми сумками пытаюсь найти отель мне подсказали место где могут быть места в хостеле и эта ночь я с тяжелыми вещами пытаюсь найти это место захожу уже просто на грани понимаете на грани срыва конкретного я стою и пытаюсь разобраться в этих google maps в этих навигаторах куда мне идти в какую сторону мне идти у меня проблема вот с этими ориентирами и я стою смотрю в эти карты и ищу направление в какую сторону мне идти и тут проезжают какие-то девушки на велосипеде и заметьте не нам не на немецком она английском чтобы я поняла кричат на всю улицу следуй за белым кроликом следуй за белым кроликом то есть эти прямо как в матрице у меня есть даже рисунок я немного рисую мне даже рисунок на эту тему с белым кроликом представьте друзья и у меня был просто шок у меня был просто шок я нашла этот посту эти друзья в кавычках которые меня соблазнили на поездку в германию выполнили свое дело поручение сатаны и испарились как ни в чем не бывало вот то есть классика жанром я потратила огромную сумму денег просто выбросила на ветер я не спала все эти дни в дорогах в этих хостелах потому что мне нужно было рано очень просыпаться и у меня до такой степени расшатана психика что я просто я не знаю что будет дальше я не знаю на сколько меня хватит вчера когда я переехала в бирмингем началось еще больше хозяйка моей квартиры естественно высказала свое недовольство вот но мы это как-то решили впоследствии и тут начинается звонок за звонком мне начали звонить со всех служб подряд притом они не знали вообще что я уезжала начали звонить один за другим один за другим назначать мне встречи сводить меня просто с ума мне нужно было решить кучу вопросов вчера повосстанавливать здесь все дела все вот эти вот коннекты с джоб центром с мобильным оператором и я весь день пробыла в этом стрессе в решении этих вопросов и на каждом этапе были препятствия препятствия и я вот не выспавшаяся в этом состоянии решала все эти вопросы затем я приехала в город и продолжение было меня чуть не кинули на деньги в магазине мне нужно было кое-что купить меня пытались кинуть на деньги я с трудом выстояла затем я уже иду по улице и думаю господи почему ты это допускаешь почему у меня уже друзья да у меня злость на бога что он допускает такие пытки в моей жизни и тут же я слышу за поворотом стоит проповедник и читает проповедь про иисуса христа вот такое друзья такое впечатление что все просто взговоре взговоре складывается такое впечатление что они все взговоре вот из меня пытаются сделать конечно же сумасшедшую на данный момент потому что когда я ходила к врачу у меня были панические атаки я задыхалась и мне пришлось рассказать ему не частично свою ситуацию мне поставили диагноз и сейчас те люди которые знают об этом пытаются еще меня знаете выставить сумасшедшие все как у иисуса христа друзья все как у иисуса христа которого преследовали самого рождения и хотели убить его значит его преследовали его ненавидели этот мир его ненавидел потому как он был светом и он обличал всю эту тьму вокруг весь этот мир сатаны его считали сумасшедшим не в своем уме считали что в нем без говорили что в нем без все то же самое проживаю я друзья то же самое я пытаюсь просто не потерять веру понимаете очень легко верить и доверять богу когда у тебя все гладко и ровно когда ты проживаешь такие пытки пси-террор это террор над психикой человека то очень сложно при этом всем оставаться в доверии к богу понимаете очень сложно вот только что это знаете это как не минуты покоя не минуты покоя тебя травят 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 каждую секунду каждую секунду тебе выстраивают препятствия вот только что я выехала из дома села в автобус сижу в автобусе вроде все нормально открываются двери на остановке заходит какая-то бабулька с тележкой и я вам клянусь друзья как только она зашла в этот автобус у меня сразу же была мысль интуитивная сейчас что-то будет в мой адрес и вы не поверите друзья она проходит по салону и садиться именно там где я сидела и что она делает она перекрывает мне выход садится мне прямо на меня прямо на мне на ногу перекрывает мне выход я говорю что вы делаете дайте мне пространство и она начинает орать она начинает возмущаться что якобы она больна и вообще она не может дать мне место потому что автобус движется надо дождаться остановку то есть она специально нагло нарвано пыталась мне сделать ущерб я не могла выйти я не могла встать она села прямо на меня какая-то невменяемая абсолютно женщина уже наверное в маразме или что с ней я не знаю и в итоге когда уже была остановка я вышла друзья но я чувствовала вы понимаете что самое интересное я их чувствую я чувствую этих бесов у меня уже выработалась такая интуиция что я их вижу издалека я их вижу издалека и я уже могу предсказать я уже могу предчувствовать что сейчас что-то будет вот потому что все это происходит по идентичной схеме по одни и те же маневры одни и те же схемы одни и те же ситуации я уже их могу предугадывать понимаете я чувствую этих бесов со стороны я их ощущаю я их вижу вы знаете говорят что все ответы находятся внутри человека все ответы и я понимаю что я не найду ответы на свои вопросы в интернете в книгах нет от людей нет я могу только заглянуть в глубь себя в тишине и в покое и задать внутри себя вопросы и я услышу ответы потому что все ответы вот здесь они внутри меня и я это понимаю я должна доверять своей интуиции а знаете что мне говорит моя интуиция честно вам сказать что вот этот весь мир который мы видим вокруг это иллюзия это иллюзия я это понимаю в глубине души понимаете это из глубины души идет это знание что этот мир иллюзия и вот эти люди это шелуха это оболочки пустые плевелы плевелы их называют библия пустышки это марионетки сатаны которые принадлежат дьяволу который правит этой матрицей этой матрицей правит искусственный интеллект друзья уже известный факт что гаджеты и компьютеры считывают мысли человека считывают мысли человека мы в матрице мы в симуляции понимаете да это какие-то не так как мы себе представляем какие-то более продвинутые технологии не так как это принято представлять и понимать но это однозначно симуляция и вот эти плевелы и пустышки не люди являются марионетками сатаны я себе недавно задала вопрос я заглянула внутрь себя свою вот внутрь себя да вот в свою интуицию я задала вопрос из глубины души кто эти люди кто они и знаете что я услышала я услышала громкий голос прямо в моей голове который сказал слово куклы куклы я никогда этот термин не использовала друзья никогда я могла говорить боты там марионетки так далее но я никогда не использовала слово куклы термин такой определение никогда и потом я поняла да потому как есть кукловод кукловод их хозяин дьявол который ими управляет управляет это боты это система которая хочет уничтожить избранных божьих людей в которых есть дух позже в которых есть свет понимаете они ненавидят свет они ненавидят божьих людей это война на уничтожение друзья вчера в этом всем квесте я хотела броситься под машину у меня просто уже не выдерживали нервы я не знаю насколько меня хватит я не знаю насколько меня хватит в этом всем они дают чуть-чуть передышку и потом опять начинается мясорубка вот как у меня выдерживает психика как у меня выдерживает организм все эти стрессы я просто не представляю я просто не представляю поэтому да с германии у меня не сложилось я снова в англии буду бороться буду бороться до конца они пытаются меня сломать и матрицы пытаются меня сломать навесить мне что я сумасшедшая загазлайтить меня попытаться меня сломать и сделать такой же фальшивкой как они или довести до суицида но на данный момент я готова все равно идти вперед готова идти вперед до конца потому что в этой войне нужно устоять до конца только до конца и не сдаваться не сдаваться и не падать духом это все матрица друзья мой опыт который я пережила в 2012 году мистический опыт когда началась открытая фаза и ко мне постучались и мне объявили что я под контролем знаете что такое пси-террор это когда твою душу выворачивают наизнанку наизнанку весь твой стыд все твои страхи все твое прошлое я уже не говорю про технику с всеми переписками и все информации которые они вскрывают они видят все тебя они видят твоими глазами слышат твоими ушами они внутри наш мозг это биокомпьютер у них есть доступ к нашему разуму понимаете поэтому то что делает иисус это он выводит сознание из матрицы он выводит из тюрьмы вот этой понимаете вот здесь в сознании когда у меня было рождение свыше после покаяния это метаноя когда дух святой освобождает твой разум из матрицы из тюрьмы и конечно же я вышла за пределы этой системы мой разум освободили и что где сделать сатана в первую очередь он начал охоту на меня он ведет охоту на таких людей понимаете потому что мы знаем больше чем нужно и потому что мы видим все это всю эту ложь вот этот весь спектакль вокруг мы это все видим и понимаем а дьяволу это невыгодно он хочет уничтожить таких людей на них идет самая настоящая охота вот а представьте друзья сколько людей находится в закрытой фазе в закрытой фазе масса людей поверьте мне которые даже не догадываются что они уже под контролем под прицелом просто они еще об этом не знают сколько раз я вижу людей там знакомых в интернете вот у меня взломали почту вот там от моего имени отсылают письма сколько я слышу истории пси-террора и я понимаю что это набирает обороты набирает масштабы вот а то что это матрица и симуляция это понятно потому что не представьте гаджеты компьютеры считывают мысли друзья это симуляция ну это это уже известный факт понимаете тоже известный факт что наши гаджеты считывают наши мысли значит это матрица как по-другому это объяснить просто может быть не так как мы себе это представляем в примитивном каком-то виде это более продвинутые какие-то технологии вот и наш мозг действительно биокомпьютер вот друзья я очень рада на самом деле что вы есть потому как у меня в жизни в реальной жизни нет никого кто бы меня поддержал кто бы меня понял кому бы я могла открыться никого вот единственный человек который меня поддерживает это моя мать но она абсолютно ничего не знает о моей ситуации абсолютно ничего вот и тоже иногда у нас бывают недопонимания я очень рада что вы есть друзья я очень рада что я могу вот так вот поделиться в ютубе своим опытом поделиться своими переживаниями потому что иначе мне бы пришлось все это тянуть на своих плечах в одиночку это просто невыносимо поэтому я не сдаюсь я не сдаюсь я буду идти до конца я буду укрепляться духовно и стараться не потерять веру в бога потому как друзья мы не в сказку попали путь я себе просто говорю следующим образом путь иисуса христа был очень тяжелым здесь на земле самого рождения и почему я как его последователь должна ожидать чего-то другого нет последователи иисуса христа идут по пути иисуса христа вот и это еще не все чем я с вами делюсь друзья далеко не все понимаете я же не могу все вот так вот взять вам рассказать потому что очень много всего происходит очень много мистики происходит очень много совпадений меня преследуют одни и те же цифры я их вижу вокруг это уже просто до смешного доходит я я я не перестаю удивляться вот то что там поведение людей это вообще отдельная тема вот как я буду продолжать искать ответы на свои вопросы пока вот то чем я с вами делюсь это то что я вижу то что я чувствую и понимаю но я уверена что это тайна за семью печатями кроет в себе еще другие ответы и я буду искать я буду копать я буду искать эти ответы потому что все не так как нам кажется все не так этот мир полностью во лжи этот дьявольский спектакль этот дьявольский спектакль мне важно сохранить рассудок остаться в живых не упасть духом не потерять веру в бога и идти вперед и искать ответы ответы повторюсь все здесь внутри интуиция никогда не подводит интуиция и наш внутренний сказать наша душа наш дух он знает все ответы просто нужно услышать их вот спасибо что послушали друзья не буду затягивать надолго это видео спасибо что вы есть извините за такое эмоциональное видео и может быть она в такой достаточно жесткой форме но вы поймите меня правильно я тоже человек это же изо всех сил пытаюсь держаться в этом всем дурдоме окружающего спасибо что вы есть друзья пускай господь вас благословит